Друзья, всем привет! Забрала свои классные покупки с Валберис. Сейчас все покажу, будет интересно. Купили вот такой стильный костюм. Мы взяли в черном цвете, магазин есть еще и в синим. Размерный ряд от 40 до 44. Выполнен очень аккуратно из легкой костюмной ткани. Вся фурнитура качественная. Классическая модель прекрасно подходит в качестве школьной формы для девочек. Костюм выполнен в корейском и японском стиле. Состоит из укороченного двубортного пиджака на пуговицах и юбки-плиссе. Юбка без подклада, по спинке имеет удобную резинку. Такой модный костюм отлично подходит как для повседневного ношения, так и для особых случаев. Классный костюм нам с дочкой очень понравился. Прекрасно пополнит наш кардероб. И дочь будет носить его с огромным удовольствием. Еще мы купили вот такие красивые джинсы с серебряным напылением. Модель МОМ с высокой посадкой. Знаете, очень хороший размерный ряд от 42 до 54, так что можно будет выбрать. Джинсы выполнены очень аккуратно из качественной ткани. В состав входит хлопок 90% и полиэстер 10%. Знаете, они такие яркие и необычные, смотрятся очень круто. И классно то, что это модель прямого кроя и подходит для любого типа фигуры. Высокая посадка выгодно подчеркивает талию и делает образ более изящным. Джинсы очень комфортные, идеально сидят по фигуре и не сковывают движения. Замечательные джинсы, дочь от них в восторге и будет носить с огромным удовольствием. Себе я купила вот такую теплую рубашку. Размерный ряд от 42 до 54. Сейчас эта рубашка по очень выгодной цене. В том году я покупала точно такую же рубашку, только в черном цвете. И с радостью проносила ее весь год. Качество отличное. Она очень уютная, комфортная, мягкая и приятная к телу. Выполнена очень аккуратно. В составе вискоза 65%. Модель оверсайз с карманами. Стильно сочетается с юбками, джинсами, платьями. Чудесная рубашка, я просто от нее в восторге. Очень довольна покупкой. На этом я буду заканчивать свой обзор. Ссылки на все наши покупки я оставляю в описании под видео, если кому интересно. Всем желаю удачи и приятных покупок и отличного настроения. Приехали на квартиру. Выбираем столешницу. Цветов очень много. Так что смотрим. Нравится, да? Да, конечно. Не знаю, мне сразу так было все. Все, мы тут кое-что решили. Еще посчитают уже полную стоимость с учетом той столешницы, что мы выбрали. Тех фасадов. Вот еще нужно будет вызвать мастера. Ну, тот, который будет на тут все штукатурить, чтобы заложили гипсокартоном вот эту трубку. Шумоизоляцию поставили, потому что, конечно, все будет слышно, если соседи будут воду сливать. Поэтому, конечно, работы еще очень много. Поэтому, не знаю, в этом году сделаем, не сделаем. Вряд ли, да. Потому что, конечно, дел очень много. Да. Всех мастеров надо ждать, пока все все сделают. Такой сезон, конечно. Ладно, все, пойдем. С Аленой уже пришли домой. Жарим икру из баклажанов. Ну, здесь больше как тушеные овощи получатся. Сосовка, луна, перец, помидоры, зелень, чеснок, специи. Да, сейчас все хорошо протушится. У нас куча специй разных. Ой, красиво тебе, Аленка. В этой футболочке. Она может быть расстегнуть или не очень. Растегнуть. Просто у них на фотографиях как-то вот так. Можно расстегнуть. Лишь и разстегнуть, наоборот. Ну, посмотри. Ну, смотри, вот так вот классно смотрится, когда вот так, да. Классно. Юбка такая, как в школе, да? Юбка? Нет, нормально. Я на ветеранке. Не, хорошо с этой юбкой. С брюками тоже стиме. Ну, сейчас жарко, конечно, брюка. Так что футболочки классные. Так, сейчас я, наверное, крышкой закрою. Мы еще купили голубику. Смотрите, какая классная. Я ее сегодня кушала с йогуртом. Также взяли помидорчики розовые. Ну, я уже положила один помидорчик. Баклажаны. Вот такие крупные. Просто нарезаю фрукты. Персики, яблоки, слива. Тут еще с прошлого роза голубика осталась. Тоже еще все сверху посыплю голубикой. Будем кушать. Такую фруктовую тарелочку делаю. Такая тарелочка фруктовая у меня получилась. Здесь персики, сливы, голубика, яблоки. Кстати, голубика такая вкусная. Сливки тоже хорошие. Так что сейчас будем кушать фрукты. А здесь тушится икра. Прям так хорошо кипит. Наверное, нужно уменьшить огонь. Потому что, конечно, слишком. Еще немножко и будет готово. Сейчас ходила в Остин. Также в каре зашла. В каре завезли новую коллекцию. Кроссовок на осень. Так что можно будет, если кому нужно, можно будет купить. В Остине сейчас проходит огромнейшую распродажу. Два равно трём. То есть два товара берете по распродаже. Третье в подарок. Я купила сыну футболку. По очень выгодной цене. За 599 рублей всего лишь. Еще у меня на счету было там 180 рублей. Так что за 400 с лишним рублей я купила очень красивую футболку. Качественную. Сейчас я зашла в солнечный круг. Положила футболку в корзинку. Чтоб не мешало. Хочу купить молоко. А также варенье. Из брусники. Знаете, такое вкусное. Я прям вот водичку кладу немного брусники. Перемешиваю. Получается, как компотик такой. Очень вкусно. Сейчас молоко. Вот это молочко восьму. Свежее, вкусное. 29 число. И варенье. Сейчас посмотрю. Может, вот это посвежее. Да нет, оно всё 29. И варенье сейчас возьму. Брусничное. Мы уже как-то брали. Так, понравилось. Очень вкусно. Здесь, конечно, не разобрали. А нет. Вот оно. Вот это варенье. Классное. Брусника протёртая с сахаром. Так. Ещё я возьму хлеб. Возьму, наверное, я батончик свежий. 31-я. Всё. Батон. И что-то ещё возьму попить. Очень хочу пить. Обычную воду возьму. И всё. Негазированную. Вот это. Серебряную. Я думаю... Не знаю, что ещё. Восьму ещё крутится. Малому. Может быть, будет. Ржаной. А, вот этот ещё возьму. Два круцалось в магазинчик, где продают обои, люстры. Очень красивые люстры, конечно, здесь. Красота. И сейчас ещё хотим посмотреть обои под эффект покрашенных стен. Поэтому, может быть, всё-таки не будем стены красить, а поклеим обои, и всё. Сейчас посмотрим. Очень красивые обои. А вот как у нас, Ален, типа, как у нас. Ну да, такие сейчас уже не клеят. А, вот такие, да? А, вот такие, да? Ну, глядя, такие были зарпланы. Угу. А, ну, что тут за немецкие обои, они вот сейчас распродаж. Угу. Конечно, обои. Конечно, обои на любой цвет и вкус. Люстры красивые. А вот Алена хочет вот такие вот фонарики. Как они называются? Трейкеры, да? Трейкеры. Трейкеры или как это? Трейки, да. Трейковые. Светильник трейковый под лампу. Хочет вот такой светильник. Это не обои. Ну вот, смотри, Ален, вот так вот смотрится. Ну, видно, да, что обои. Вот так. Ну. Ну, хотелось бы, чтобы было не видно. Тогда придется красить, я не знаю. А вот, смотри, ну, тоже будет видно, да, что обои. Ну, красиво, да. Вообще шикарно. 17 тысяч. Нормально. Ну, вот можно будет поставить в углу, если купить. Я не знаю, что делать. Или красить все-таки стены. Подскажите нам, пожалуйста, в комментариях, что нам делать. Покрасить или поклеить обои? Люстры буду здесь брать. Очень красивые люстры. Смотри, какие они снимают. Да. А вот эти на кухню можно купить. Вообще красивые. А сколько цена? 5 тысяч. 1 тысяч. 15 тысяч. Хорошенькая. Такие люстры стильные. Да. Люстры стильные. Очень красивые. Очень красивые. Так, ну ладно, будем думать. Мы уже дома. Приготовили плов. Даже не знаю, плов, не плов. Но такой плов. Рис с мясом, с индейкой, с овощами. Наверное, скорее всего, плов получился. Так, сейчас мы поедем на квартиру. Приедут еще мастера штукатуры. Будем общаться с ними насчет ванной комнаты. Продолжение следует... А теперь... Продолжение следует...